Привет, друзья! Сегодня у нас с вами очень давно запрашиваемая тема. Я хочу рассказать про типичные ошибки в стиле для женщин элегантного возраста, которые очень сильно старят и добавляют тот самый возраст. Сразу скажу, что, конечно, в любом правиле есть исключения. И, естественно, если вы в 50 выглядите на 35, и такие случаи бывают, то эти правила не для вас. И вам можно одеваться так, как и женщинам в 35 лет. Если же все-таки вы уже видите изменения возрастные в фигуре, в лице, и они уже становятся достаточно активными, то в таком случае я рекомендую, настоятельно рекомендую не совершать тех ошибок, о которых сейчас пойдет речь. И последнее. Я понимаю, что если ваш стиль был сложен в течение очень длительного времени, то это такая некая уже, получается, стилистическая парадигма, которую очень сложно двигать в своей голове. Поэтому, возможно, те пункты, о которых я буду говорить, вызовут у вас первую реакцию отторжения или, может быть, даже агрессию. И вам покажется, что я не права, потому что я как будто бы вас в чем-то уличаю или обличаю какие-то ваши ошибки. Но со временем, если вы уберете это сопротивление и вслушаетесь в то, о чем я буду говорить, и исправите эти ошибки, то вы скажете мне спасибо, потому что вы начнете выглядеть моложаво, стильно и красиво, и будете идти в ногу со временем. Итак, ошибка номер один. Это выбор силуэта, который не держит форму. Что я имею в виду? Это когда вы надеваете бесформенную одежду и сверху, и снизу. Что к этому можно отнести? Например, бесформенные трикотажные джемперы. Или сюда же футболки из рыхлого такого полупрозрачного хлопка, который очень быстро мнется и не держит форму. И самая большая ошибка, если еще и снизу у вас такая же бесформенная одежда, это могут быть какие-то брюки из дешевой ткани или юбка из трикотажа. Тогда получается, что ваш силуэт, ваша фигура как будто бы начинает стекать постепенно вниз, и визуально, поверьте мне, это очень сильно читается. В то время как, если у вас уже есть возрастные изменения в фигуре, то фигуру, наоборот, нужно стараться собрать. Собирать ее нужно либо за счет брюк, либо за счет оформленного верха. Это может быть рубашка из хлопка средней плотности, которая держит форму. Это может быть жакет. Все это поможет вам оформить силуэт и сделать его визуально более статусным и более презентабельным. Сюда же можно к этому пункту еще и отнести какие-то невнятные бесформенные платья, трикотажные. Есть такая ошибка у женщин, которые имеют уже какой-то процент лишнего веса, стараться скрыть его за счет балахонов. Но на самом деле такие балахоны еще и усиливают эффект бесформенности и играют против вас. Следующая ошибка. Это скучные несовременные комплекты. И по секрету скажу, что они на самом деле умудряются старить даже молодых девушек. То есть, если девушка в районе 30 лет, 30-35, но при этом она носит скучные старомодные а-ля офисные комплекты, то таким образом она добавляет себе возраста и иногда даже очень существенно добавляет возраста. Поэтому уж тем более такую ошибку не нужно совершать женщинам, которые постарше, и стараться выбирать все-таки современные силуэты. Естественно, вам нужно выбирать их, все равно отталкиваясь именно от своего типа фигуры, а фигуры у нас у всех разные, из вот этого всего многообразия, выбирать то, что будет подходить лично вам. Но сразу скажу, что обязательно нужно вносить какие-то современные нотки в свои комплекты. То есть, например, вам, конечно, не нужно выбирать какие-то агли, кроссовки и сумасшедшие вещи, которые может носить девушка в 25 лет. Но в том, что касается выбора силуэта брюк, силуэта платья и его длины, и юбки или жакета, то, безусловно, здесь нужно выбирать соответствие формы текущим тенденциям. Тогда именно эти современные нотки будут способны омолодить ваш имидж в целом. Следующая ошибка у нас касается фактуры. И здесь я буду говорить про гипюр. Сюда же можно еще отнести сеточку. Я заметила, что женщины определенного возраста по какой-то причине очень любят вот этот вот гипюр. И в том, что касается выбора фактур, это, наверное, самая грандиозная ошибка. Бывают, конечно, вещи, у которых есть кружевная отделка, и они выглядят сексуально, и они выглядят деликатно, и их можно внедрить в свой гардероб. Но основная масса вещей гипюровых — это какие-то платья, это какие-то блузы с гипюром, это рубашки со вставками или джемперы даже со вставками кружевными. Вот это все выглядит просто жутко. Мало того, что и на молодых девушках в большинстве случаев это выглядит жутко. Ну а на женщинах элегантного возраста эти вещи смотрятся действительно плохо. Я крайне не рекомендую их использовать в своем гардеробе. И, например, если у вас уже есть такие вещи, просмотрите их внимательно, насколько они современны, приложите их к себе, сравните их, например, с такой фактурой, как тонкая шерсть или, например, шелк. Поговорим об этом чуть позже. И, возможно, вы тоже обратите внимание, что это далеко не лучший выбор для вас. Следующая ошибка. Это спортивные сандалии, особенно если они надеваются с полуспортивными штанами в стиле карго. Я знаю, что в этом и в предыдущем сезоне карго были в моде и остаются еще пока в моде. Но, опять-таки, то, что хорошо молодой девушке, то не очень хорошо смотрится на женщинах постарше. Потому что вот такие вот спортивные и причем непрезентабельные по своему виду вещи, они тоже делают силуэт, и вообще даже не силуэт, а ваш имидж делают бесформенным, неоформленным, нестильным и играют против вас. Если вам хочется носить спортивные вещи, то выбирайте для себя минималистичные варианты. Следующая ошибка. Думаю, что за нее, за то, что я сейчас про это буду говорить, в меня полетят тонны помидоров. И все-таки я про это скажу. Ошибка, которая встречается чаще всех остальных. Это использование джинсов круглый год. Господи, вот, наверное, никакую вещь так сильно не любят люди планеты и наши женщины, как джинсы. Но, опять-таки, то, что хорошо и мило смотрится на молодой девушке, это джинсики, там, высокой посадки с футболочкой. Больше ей ничего не надо, она распустит свою копну волос и со своей благоухающей кожей в белых кедах пойдет по улице и будет смотреться классно. Вот такой комплект, вот такая формула уже далеко не так хорошо работает на женщинах элегантного возраста. В конце концов, если хочется носить джинсы, то, как минимум, нужно, скорее всего, отказаться от синих джинсов, которые, как правило, еще и носятся с обычным трикотажем, что является ошибкой для любого возраста. И форма, и фактура джинсов, как правило, тоже выбирается неправильная. Это достаточно бесформенная ткань, которая сильно тянется, например, это могут быть какие-то потертости. Все это не играет ту главную роль, которую должна играть для вас одежда в этом возрасте. А что она должна для вас делать? Она должна вас украшать, она должна добавлять вам статусность, потому что сам по себе возраст, он уже считается статусным. Вы мудры, вы полны опыта, вы полны знаний, вы умны, и поэтому здорово, если ваш имидж тоже повторяет это и отражает это через себя. Но если же вы носите круглый год джинсы, и в ваших гардеробах нет качественных красивых брюк, нет красивых современных платьев и юбок, то, скорее всего, можно сказать, что вы свою красоту не раскрываете вообще, а во многих случаях даже закрываете или ухудшаете, портите. Следующая ошибка, масштабная по своей грандиозности, это как раз-таки обратный момент, это носить девочковую одежду. И что я лично подразумеваю под девочковой одеждой, это всевозможные принты, это цветочные платья, сюда же можно отнести и те же кружавчики, и рюшечки. Все, что очаровательно смотрится на молодых девочках, равноценно не очаровательно, а антиочаровательно смотрится на взрослых женщинах. И я вообще не понимаю, откуда взялся такой стереотип у некоторых женщин, что если я буду одеваться так же, как я одевалась в 20 лет, то, конечно же, никто не заметит, что мне уже 50. На самом деле получается так, что вы еще как бы усиливаете, мало того, что свой возраст, но я вообще совершенно не про эйджизм, я про то, что вы его преподносите в негативном свете. То есть такое ощущение, что вы не принимаете свой возраст, и на самом деле, конечно, вы с удовольствием вернулись в свои 25, и не нужен вам ваш опыт, и вы всеми силами пытаетесь себя и окружающих обмануть. Хотя на самом деле обмануть никого, конечно же, не получается. Самое лучшее решение это выбирать элегантные, классные, современные вещи в соответствии со своим возрастом, и не пытаться притянуть за уши то, что притянуть уже невозможно. Следующая ошибка, которая, скорее всего, менее очевидна для вас, и это выбор не своего цвета, не своих цветов в портретной зоне. Почему именно в портретной зоне? Потому что фактически то, что мы носим внизу, находится очень далеко от нашего лица, и практически никак не влияет на краски и восприятие нашего лица в целом. В то время как те цвета, которые мы носим непосредственно возле лица, безусловно, влияют и на восприятие овала лица, то есть то, как будет выглядеть и ваш подбородок, и вообще оформленность, и скульптурность лица. Также это будет влиять на то, насколько заметны какие-то мелкие недостатки кожи, те же морщинки, или, например, извините, девочки, назову вещь своими именами, если есть второй подбородок, это тоже очень сильно влияет, когда вы выбираете не свой цвет, он может акцентироваться. Я думаю, что никому это совершенно точно не нужно. И сюда же можно отнести еще и такой фактор, что когда вы выбираете не свои цвета, и в данном случае это не зависит от возраста, в некоторых оттенках вы можете выглядеть болезненно, в других же оттенках вы будете выглядеть свежо и как раз таки моложаво. Что делать в таком случае? Безусловно, разбираться со своим цветотипом, определять его и выбирать для себя те оттенки, ту глубину, ту температуру и уровень приглушенности, который будет выгоден именно для вас. Мы здесь все разные, здесь нельзя дать какой-то вообще универсальный совет за исключением тех случаев, когда вы носите исключительно ахроматические, там какие-то классические цвета в своем гардеробе и игнорируете свой цветотип. В остальных случаях нужно разбираться, идти напрямую к профессионалу, определять свой цветотип для того, чтобы не делать настолько грубую ошибку. Потому что если в 20-35 лет не столь важно, какие цвета вы носите у лица, хотя тоже важно, то уже в возрасте около 50 и старше это становится экстремально важным. Следующая ошибка касается неправильного выбора верхов. Чаще всего сюда можно отнести бесформенные свитеры или джемперы, у которых, например, рукава такие стекающие вниз, или очень крупная вязка, или ажурная вязка. В общем, тоже все то, что добавляет вам объема, делает недостаточно оформленным силуэт, или, например, не соответствует вашему масштабу, поэтому увеличивает верхнюю часть тела. Это тоже достаточно часто встречаемая ошибка, которую лучше не совершать, потому что, повторюсь, все, что мы носим в портретной зоне, является очень важным. И в первую очередь именно по вот этой зоне судят в целом о восприятии вашего силуэта и вашего имиджа. Следующая ошибка это китайский декор. Ну, я бы могла просто сказать декор, но я назвала его именно китайским, потому что не весь декор можно считать ошибочным, но при слове китайский у нас сразу приходят определенные ассоциации, да, это, например, какие-нибудь стразики, какие-то нашивки или такие как прорезиненные принты. Все это я не рекомендую носить, в принципе, также ни в одном возрасте, но особенно это плохо смотрится на женщинах элегантного возраста, потому что это смотрится несуразно, потому что это смотрится не в соответствии, опять-таки, с тем статусом, в котором вы уже пребываете и способно разрушить в целом восприятие вашего имиджа. Поэтому я крайне не рекомендую пользоваться такими вещами, иметь их в своем гардеробе. Для вас самый лучший выход это выбирать для себя лаконичные силуэты, более благородные ткани, понятные цвета и хорошо оформленные вещи. Это то, что будет для вас работать. Но в том, что касается декора вещей, как правило, это работает против вас. Следующая ошибка, за которую тоже, наверное, многие меня будут осуждать. И все же я про нее скажу. Это использование русского платка. Это такой вот павлопосадский платок, цветочек, который зимой женщины очень часто носят, например, с спортивным пуховиком. Почему спортивным? Потому что пуховик, в принципе, сам по себе достаточно спортивная вещь. Еще часто даже в этот комплект идут джинсы те самые с сапогами или юбка с сапогами. И это как раз то, что способно добавить вам плюс 20 лет. Я думаю, что вряд ли кто-то из вас этого действительно хотел бы. Когда вы носите платки и шарфы, выбирайте для себя классические однотонные варианты в соответствии со своим цветотипом. Например, такие шарфы, вот для примера, у Акне кашемировые, большие такие палантины, у которых нет никакой вязки. Это просто классический платок, который совершенно точно не испортит никого, и можно носить его в любом возрасте. Это будет смотреться красиво и стильно. Но платки а-ля пасадские с цветочками, это почти то же самое, что носить на себе девочковые вещи с кружавчиками, с цветочечками и так далее. Все это добавляет вам возраст. Следующая ошибка. Это старомодная бижутерия, всевозможные бусики и, например, какие-то очень крупные перстни. Иногда это смотрится классно. В том случае, если у вас абсолютно проработанный имидж, особенно если он минималистичный, и это получается такая красивая база, как рамка для картины, и дальше вы уже можете внести свои акценты, например, какие-нибудь фамильные перстни и кольца, и тогда это будет смотреться уместно, это будет смотреться красиво. Если же у вас имидж не продуманный, не проработанный, если вы в нем не уверены, если в нем недостаточно современные силуэты и фасоны, то в таком случае лучше вообще не использовать бижутерию или украшения, или золотые украшения в том числе, чем использовать вот такие вот старомодные варианты. И здесь, в данном случае, эта ошибка работает вне зависимости от возраста. Следующая ошибка. Это юбки солнца. Это тоже такой силуэт, который чисто ассоциативно напоминает нам о молодых девушках, о девочках, о девочках даже там школьного или начально школьного возраста. Да, это такая летящая юбочка, и летом вот такая девочка прогуливается, может быть, юбочка в цветок. В случае с женщинами-взрослыми чаще всего такой силуэт не работает. Ну, только там до определенного возраста, может быть, максимум, мне кажется, лет до сорока, после этого это уже смотрится чересчур. То есть, это не добавляет вам женственности. Я не понимаю, откуда тоже взялся вот этот стереотип, что вот именно вот такие вот юбочки, кружавчики и цветы, что это добавляет женственности. Это может добавить женственности девочке, которая вышла из юности в молодость, в раннюю молодость, да, и вот она там, не знаю, носила джинсы, и тут надела на себя юбку. В том случае, если вы уже вообще-то и так женщина, и уже давно, то такие вот элементы работают против вас, опять-таки. Потому что они также способны усилить контраст между силуэтом и имиджем, или архетипом, если хотите, вот такой юной нимфы, и того момента текущего, в котором вы уже на данный момент находитесь. И, на мой взгляд, тоже классическое платье-футляр, хорошей длины, там, с жакетом или с пальто, будет смотреться намного более женственно, в 500 раз роскошнее, чем летящая юбка солнца в цветок на вас. И раз уж мы заговорили про юбки, давайте сразу еще тоже пару ошибок, которые находятся около этой темы. Первое, это когда вы используете, например, юбки слишком короткие или до колена, в том случае, если у вас не идеальные ноги. Лучше всего подобрать для себя юбку чуть-чуть подлиннее, да, и носить ее таким образом, чтобы, если, допустим, вы ее носите с сапогами, чтобы сапоги уходили под эту юбку, под ее подол, или, допустим, хорошо это смотрится весной, в том случае, если это юбка-карандаш, там, с аккуратными туфлями, с аккуратными лодочками, с правильным выбором обуви. Ну, пожалуйста, никогда не носите юбку миди с ботильонами, это смотрится плохо. И также не носите таким образом, чтобы между подолом юбки окончанием и окончанием ваших сапог было расстояние, особенно, когда там еще какие-то колготки, которые не подходят вам по тону. И как раз переходим к следующей ошибке, тоже очень часто встречаемая. Я понимаю, с чем это связано, да, что в определенном возрасте уже хочется надеть колготки, хочется как-то прикрыть наготу ног, и это совершенно правильно и разумно. Но этому нужно уделить отдельное внимание, то есть нужно прям целенаправленно уделить этому внимание, тому, чтобы найти для себя колготки, такие, которые будут идеально подходить именно вам. Первое, это должны быть колготки матовые, то есть никакого блеска. Это вообще смотрится очень плохо в любом возрасте, но особенно в элегантном возрасте. И плюс это не должно быть эффекта загара. И, конечно же, колготки должны максимально соответствовать тону именно вашей кожи. Кожа у всех разная, поэтому нужно отправляться в магазин и тестировать там на тех примерах, на тех тестерах, которые вам дадут, например, в магазине Волфорд. Это, конечно, дорогая история, но она стоит того, когда вам прикладывают разные оттенки, и вы можете уже выбрать что-то персонально для себя. Если нет возможности отправиться в такой магазин, если вы выбираете более бюджетные варианты, хорошо, тогда просто методом проб и ошибок мы все равно колготки обновляем регулярно. Если вы видите, что этот тон вам не подходит, не покупайте его больше. Пробуйте в следующий раз новое, до тех пор, пока не найдете для себя самый идеальный подходящий вариант. Следующая ошибка – это использование спортивных костюмов. Это не значит, что нельзя носить спортивный стиль. Безусловно, можно. Но он не должен быть таким, каким носили, например, в 90-е. То есть это какой-то откровенный спортивный адидас костюм с лампасами и штаны с лампасами и с вытянутыми коленками. Это история, которая еще более-менее можно ее оправдать до 30 лет, потому что можно сказать, что это элемент стиля девушки молодой. Но в том случае, если вы уже не относитесь к этой категории, то тогда спортивный стиль вам необходимо выбирать минималистичный. И также еще и следить за тем, чтобы одежда спортивная повторяла силуэт вашей фигуры. Повторюсь, когда у нас стекают плечи, особенно если у вас небольшой рост, и тут еще и достаточно объемная фактура. И вообще у спортивных вещей объемный покрой, как правило, то это может добавить вам плюс 20-30 килограмм и плюс 20 лет. Если вы выбираете спортивный стиль, выбирайте минималистичные комплекты, силуэты. Такие, которые будут соответствовать вашей фигуре, не будут добавлять вам слишком огромного какого-то объема. И тогда спортивный стиль носить можно. Еще один пункт, коротко прямо на нем остановимся. Это кислотные цвета. И сюда же я еще отнесу принтованную одежду. Когда ваша одежда изобилует принтами, особенно если вы их выбираете не в соответствии с геометрией вашего лица, с вашим силуэтом, с вашими масштабами, то это также работает против вас. Лучше всего для вас создать для себя базу, в которой не будет вообще никакого принта. Пусть это будет однотонная качественная одежда, которая будет подходить вам по форме и по цвету. Для вас это будет самый идеальный вариант. И, в общем-то, это та рекомендация, которая работает для любой женщины любого возраста. И потом уже туда вы можете добавить какие-то единичные вкрапления принтованных вещей. Но не нужно пытаться разнообразить свой гардероб за счет вот таких вот элементов. Активного декора, принтов или каких-то кислотных цветов. Оставим все это для подростков. И последний пункт. И, но, несмотря на то, что он последний, он один из самых важных. И я в этом пункте объединила сразу несколько направлений. Первое, самое главное, это современная стрижка. Часто сюда еще можно отнести длину ваших волос. Я уже как-то снимала видео про то, почему нельзя носить длинные волосы. И говорила, что, за что меня многие, кстати, осудили, что чем старше женщина, тем короче ее волосы. Конечно, в этом правиле также есть исключения, безусловно. Например, когда у вас шикарное качество волос. И повторюсь, если вы в 50 выглядите на 30, но тогда это видео, в принципе, вообще не для вас. К вам не имеет никакого отношения. Если же это не про вас, если у вас уже не такие густые волосы, какими они были когда-то, то тогда лучше оформить их в красивую, именно современную стрижку. Пусть она будет средней длины, или даже это будут короткие волосы. Но это добавит вам динамики, это добавит в целом имиджу моложавости, современности. Посмотрите, например, на Ирину Хакамаду. Почему-то она себе не отращивает косы до пояса. Носит современные силуэты, при этом выглядит действительно классно и общается с молодой аудиторией. И это работает на ее имидж, а не против нее. Чаще всего вот эти длинные волосы смотрятся несуразно, в общем-то, уже после 30, как правило. Поэтому, если вам хочется выглядеть не просто женственно, то есть какое-то с потолка взятое понятие, а если вам действительно хочется выглядеть круто, классно, то тогда идите к хорошему стилисту, идите к хорошему парикмахеру, подбирайте для себя современную стрижку, и не надо цепляться за вот эту никому не нужную длину волос. И сюда же, в этот пункт, мы отнесем активный макияж и длинные или нарощенные ногти. Это, в общем-то, то, что плохо работает тоже в любом возрасте, но особенно в возрасте элегантном, потому что активный, чрезмерный макияж способен усилить какие-то возрастные изменения кожи и акцентировать их, и многие про это знают. Есть даже такое понятие у профессиональных визажистов. Макияж, который делается именно с определенного возраста, там есть определенные свои техники. Вообще, займитесь этим вопросом, если вы, например, не в теме, если вы не знаете, и подберите для себя макияж такой, который будет соответствовать тому состоянию, в котором вы находитесь. Это будет способно вас освежить, омолодить, и будет работать на вас, а не против вас. То же самое касается ногтей. По-моему, нет ничего лучше просто ухоженных красивых рук с аккуратными ногтями, покрытыми прозрачным лаком или вообще без лака. Это намного ценнее и намного статуснее, презентабельнее смотрится, чем, например, если вы будете наращивать какие-то несуразные ногти, красить их разными цветами. По-моему, это не самая лучшая идея, не самая лучшая история. Ну что ж, такое видео у нас получилось сегодня. В нем очень большое количество пунктов, и кто-то может задаться вопросом и написать мне, что же вообще нам теперь носить? Вы вот как будто бы все нам запретили. На самом деле это неправда. Если отвлечься от тех пунктиков, про которые я сегодня говорила, вы сможете открыть для себя дивный новый мир простых, лаконичных, минималистичных вещей, про которые я, в принципе, рассказываю и показываю на себе, в том числе в каждом своем видео. И те вещи, которые способны украсить вас в любом возрасте, и особенно хорошо они будут смотреться, повторюсь, на женщинах элегантного возраста. И второе, о чем, наверное, я должна сказать и еще раз акцентировать на этом внимание, что в моем ролике абсолютно нет никакого эйджизма, то есть я хорошо отношусь, одинаково хорошо и уважительно отношусь к женщинам разного возраста и вообще сужу о людях не по их возрасту, а по их внутреннему наполнению и состоянию. Если вы умны, если вы красивы внутренне, то в таком случае вам нужно и внешне это правильно отражать. Тогда и люди окружающие будут воспринимать вас совершенно правильно. Если вам понравилось это видео, то ставьте ему лайки, подписывайтесь на мой канал и до новых встреч, друзья! В следующем видео я обязательно расскажу вам, если у вас будет такой запрос, о том, на чем же именно должен строиться имидж женщины элегантного возраста. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!